Итак, все готово к началу. Внимание, внимание, уважаемые гости! До начала праздника осталась одна минута. Засекайте, 60 секунд осталось. А это специально, чтобы вы прекратили трыгеть, обмениваться эмоциями и внимательно вдумались в начале происходящего. Внимание! Напоминаю всем присутствующим, до начала праздника осталось 30 секунд. Засекайте, засекайте, что-то никто не засекает. Я вижу, у нас тут камера, давай, 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 мы все снимаем. Мы снимаем то, что вы думаете сейчас. Вот мы видим... Дамы и господа! Уважаемые гости! До начала праздника осталось 10 секунд. Считаем все вместе. Девять! Возьми! Не все считают, почему? Семь! Пять! Пять! Четыре! Три! Отлично! Два! Великолепно! Один! Супер! Поехали! Добрый вечер, дорогие друзья! АПЛОДИСМЕНТЫ Я начну с одной притчи. Притчи. Умер человек. И умер его пес. И вот этот человек оказался наверху. Воротами написано Рай. Он говорит, а с собаками можно? Нет, нельзя. Но он пошел дальше. Идет, видит вторые ворота. Там сидит какой-то старец. Старец. Миша, что такое? Там сидит какой-то старец. А что это такое? Это рай. А с собаками можно? Конечно, можно. А там что было? А там ад. Так вот, дело в том, что до рая доходят лишь те, кто не бросает друзей. Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо вам, что вы не бросили наших поэтов и пришли на этот концерт. А уж они сегодня для вас постараются. Сегодня 4 июня. Вообще этот день очень интересный. 4 июня вышел первый номер журнала «Крокодил». Вышел журнал «Фитиль». Это все имеет отношение к нам, дорогие поэты и любители юмористической поэзии. В 2000 году в этот день должны были пройти третьи выборы президента России. Но так как Борис Ельцин пошутил несколько раньше, то с его шуткой мы продолжаем жить по сей день. Так что это тоже праздник. Кроме того, это десятый поэтический концерт из этой серии. Десятый, юбилейный. Из них 9 проходило в этом зале. И это международные подмостки, потому что в этом зале выступали поэты из 6 стран. Не считая России, 6 стран. Ну и из кучи городов до Новосибирска мы докатились. Дальний Восток не охвачен. Вот. И еще наш концерт называется «Смехом печень не испортишь». Сегодняшний концерт. И начну я со стихотворения. «Испорченную печень спасает только смех. Как средство изупречен он вмиг излечит всех. Так в чем же их секреты? Смех словно свет во мгле. Веселые поэты всегда навеселе». Это стихотворение замечательного человека и ученого с мировым именем. Химика, академика. И все, наверное, имеют в кармане какую-то денежную купюру. Так вот, эта краска, которую он изобрел, находится на ваших деньгах. Так что вам всем, как бы, вы все время с его вещами. Борис Маркович Болотин. Замечательный поэт. Вот он здесь, академик Российской академии наук. Ну, вообще, я по жизни знаком с пятью академиками. Так получилось. Вот. В том числе двумя Российской академией наук и тремя Российской академией естественных наук. И все они имеют потрясающее чувство юмора. Я думаю, что в академике принимают по этому принципу. Вот. И трое из них пишут стихи. Так вот, я хочу пригласить на сцену еще одного академика. Российской академии естественных наук. Замечательного человека. Доктора наук. Члена союза писателей. Секретаря союза литераторов России. Члена клуба сатириков и юмористов чертова дюжина. Замечательного игрока. Что, где, когда. И так далее, и так далее. Анатолий Белкин. И мой друг. А еще он исправил все ошибки в моей рукописи, в моей книжке. И на каждую ошибку он не читал правила русского языка. И хорошего тона. Вот с этого. Должен сказать, что вообще без юмора в академии естественных наук просто невозможно. Особенно с тех пор, как туда приедем Кадырова. Чем там? Просто невозможно выгодить больше серьезно относиться невозможно. Но вот по скромности своей мой друг Владимир не сказал несколько интересных вещей. Вот это вот все будет разыграно в стимулирующей лотерею. За самые громкие аплодисменты. Вон та гитара. За самую активную покупку книг. Вот это. А вот этот вот специальный агрегат из двух частей предназначен для спонсора нашего будущего сборника. Если такой найдется, он может тут же подойти и записаться. Если будет несколько, мы это устроим между ними аукцион. Это совершенно особые лыжи. Володя их лично смазал салом. И на них можно ездить даже по асфальту. Я правильно понял, да? Правильно. Скромно, скромно. В прошлый раз меня Владимир упрекал, что я читаю малых произведений. А теперь я первый. Значит, меня уже не перебьет там ни Алексеев, ни Зверев. Теперь я буду, кстати, запивать. Ну хорошо, попробуем. Только темновато, извините. Зря ты сына этиком нарек. Вот вчера несчастный паренек битый час товарищем внушал то, что он гетеросексуал. Там хорошо, где нет у нас. Не веришь? Ну так что ж, вот мы придем к тебе сейчас и сразу все поймешь. АПЛОДИСМЕНТЫ Я поспорил с моим товарищем, прекрасным игроком Александром Владимировичем Эдигером. Он по специальности патологоанатом. Я придумаю новую рифму слова патологоанатом. Это очень трудное слово. И вообще его трудно поместить, тем более в хорей. В хорей. От судьбы не спрячешься. От фатома на него не скрыться и во сне. Но жена патологоанатома спит лишь на боку, не на спине. АПЛОДИСМЕНТЫ В генетической памяти длинной. Опыт предков запрятан большой. Бабам трудно справляться с машиной. Им намного привычнее с метлой. АПЛОДИСМЕНТЫ От циркачей узнал я правду грустную. Теперь ее открыть придется всем. В семье запашных братьев было семь. Остались только самые невкусные. АПЛОДИСМЕНТЫ Посетителям злачных мест стоит помнить при выборе дам. Те, кто после шести не ест, в пол седьмого обычно в хлам. АПЛОДИСМЕНТЫ Комара я журналом прихлопнул вчера, но он может гордиться собою. Мир впервые увидел теперь комара на цветном развороте прибоя. АПЛОДИСМЕНТЫ Лежачий полицейский не помеха. Притормозил и плавно переехал. А мне судья три года отмотал. За что? Да этот мент уже не встал. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Экспедиция с дальних планет на земле собирала гербарий. Среди прочих цветов и плодов им попался горячий беляш. Перед нами сомнения нет. Теплокровный, живой экземплярий. Подытожил совет мудрецов, не скрывая научный кураж. Оценивший запах и цвет мы разрезали пухлую массу семена, собираясь изъять, чтобы дома у нас прорастить. Но семян в глубине его нет. Вместо них обнаружилось мясо. Этот факт мы не можем понять и не в силах никак объяснить. Офицер безопасности встав объявил боевую тревогу. Мы в стране плотоядных цветов. Эти хищники всех нас съедят. В этом случае звездный устав нам велит отправляться в дорогу. Общий сбор. Экипаж, будь готов. Через час мы стартуем назад. Так закончился этот поход. Земля спасена от захвата. В галактических картах теперь здесь помечен бессрочный запрет. Только Зинка Петрова орёт и ругает сынка супостата. Беляше он швыряет за дверь. И не жрёт, а желает конфету. Ну, я по природе свой акен. Что вижу, то пою. Вот, собственно, так оно и получается. Однажды троллейбус повздорил с трамваем. И былым рогатым козлом, обзывая его. Обиду стержав, он ответил. Глупец. Безрокий козёл. Он вообще не самец. Коль вместо рогов над тобой гребешок, Видать, не мужик ты, а так, петушок. Поэтому рельсы, хвалённые ваши, Обычно проложенные возле параши, И даже побитый, задрипанный вас, Дорогу тебе перекроет на раз. Трамвай зазвенел, содрогаясь от гнева. Но рельсы, к несчастью, свернули налево. И стайка маршруток, руливших во след, Увы, не узнала, кто прав, а кто нет. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот ещё одно грустное стихотворение. Грустное. Глубокомысленное. Обычай есть от дедовских времён, Чтоб жизнь у молодых была лучиста, Им следует потрогать трубочиста Близ алтаря под колокольный звон. Два трубочиста в нашем городке, И оба уважают новобрачных. По выходным они в костюмах профрачных, Стоят у церкви в чёрном котелке. И вот, когда под звон колоколов Покажется в дверях жених с невестой, Один из них уже занять, Готов заранее отведенное место. И подмигнув супругу неревной, Обнять невесту, как сестру, как дочку, Влепив со смаком в розовую щёчку Смиренный, но весомый поцелуй. Да, роль одна, но трубочистов два, И разная манера исполнения. Один из них исполненный почтение, Невести шепчет добрые слова на ушко. И поздравив жениха с достоинством, Спокойно, незаметно, Отходит прочь, одаренный ответно. Зато второй, не убоясь греха, Без робости целует там и тут, И гладясь норовит поближе к попе. Осталось лишь сказать, как их зовут. Их имена Евстахий и Фалопий. Тут время от времени возникает желание Как-то вот ответить классику На классические запавшие душу строчки. Обычно это такой классик, Ну, не Аспушкин, хотя сейчас у нас Пушкинские дни вроде как начались. Но, тем не менее. И вот, я так потихоньку накапливал строки, Которые мне западали в душу. И потом понял, что мне хочется на них писать отклики. Но строки-то серьезные. Но отклики, получается, разные. Вот. Ну, уже много накопилось. Но вот один я, пожалуй, прочту. Был такой чудесный поэт Иохим Дюбелле. Это французский поэт Со временем Крансара. Близкий друг, там, член Плеяды. Шестнадцатый век, так что прочее. И вот у него была такая Совершенно замечательная Злободневная строчка. Поэты не в чести, У власти и закона. Ну, это очевидно. Действительно, потому что шестнадцатый век. Вы уже тогда это понимали. Из-за того родилась басня. Басня. Вообще все эти отклики, Они кончаются этими строчками. Так что вы последнюю строчку Уже знаете. Итак, басня, она называется Кролик в охмелю. Вот не заяц в охмелю, А кролик в охмелю. Она с польским таким колоритом, Но слова там известные все, Хотя и польские. Пан кролик захудал и рифмоплет, Кропал стишки про розы, Про восход и про простор Необозримой страны родимой. Не то чтобы в захлеб его читали, Но и не гнали. И даже иногда публиковали. Пока однажды он, изрядно пьян, Не сунулся в центральный ресторан, Где отмечал как раз свой день рождения Большой начальник местного значения. У пана кролика в тот день горели трубы. И заливая вспыхнувший пожар, Он рвался внутрь настолько грубо, Что перепуганный швейцар твердил, Ах, пан, если вельможный, Сегодня к нам никак не можно. У нас сегодня спецбанкет, Мест нет. Прошим, вот завтра мы к услугам вашим. А вот сейчас в кругу друзей Здесь празднует свой юбилей Сам пан Халупа. Тут кролик в охмелю заулыбался глупо, Не кстати дал пегасу шинкелей, И упоенный рифмом своей В восторге заорал «Халупу в дупу!» Тот вечер ощутимо посерел, И наш пострел, слегка переборщив с протестом, Провел неделю под арестом. С тех пор любой задрипанный журнал Его стишата не публиковал, Считая сочинителем опасным. Да он и сам давно не пишет ничего, Не тратит силы понапрасну. Но видим мы на митингах его, Где закатив глаза подобно трупу, Он грозно предрекает «В дупу! В дупу!» В восторге от искусства своего. Друзья его зовут борцом с режимом, Противники считают одержимым. Зато ни у кого сомнений нет, Вот настоящий признанный поэт. Народу верный друг, А власти враг исконный. Не зря он ненавистен для халуп И прочих разжиревших дуп. Поэты не в чести у власти и закона. Попробуем еще одну басню. Басня такой универсальный жанр. Басня называется «Мозг и тело». «Мозг и тело» очень современное. То, что разгул демократизма К абсурду может привести, известно всем. Прошу прощения. То, что разгул демократизма способен до абсурда довести, известно всем и так. Однако привести пример не лишнее. Вот на общее собрание организма Собрались части тела как-то раз. Явились все. Кишки, печенка, Левый глаз, две почки, Представитель от волос, Ладони, в общем, всем. Один вопрос, что волновал собравшихся всецело, Так как нам обустроить наше тело? Язык прочел доклад на два часа. Мозг предложил. «Ну что же, телеса, Пришла пора для премий И, так сказать, обменом мнений». И, бросив воспаленный взор вокруг, Аппендикс подал голос вдруг, Сказав, «Всем тяжело, Мы все дошли до точки, А между тем у нас две почки. Быть может, нам одну из них Товоз продать кому-нибудь». «Что за дурной вопрос?» Заметил мозг. «Как можно жить без почки? В отбросах все помрем по одиночке. Ну да, тебе видней, Ты голова», Аппендикс подтвердил. «Ну вот и легких два, А жить все тяжелее. Сдадим одно в наем, И со вторым, ей-богу, проживем». «Что за маразм?» Мозг бросился высока. «Ты так же слеп, как и твоя кишка. Известно даже и уродам, Нас легкие снабжают кислородом». «Есть мнение еще?» И тут с колен во весь немалый рост Поднялся член. «И предложил непридужденно, А может, удалим аппендикс воспаленный?» «А что?» «Аппендикс выйди вон». Смутьян был удален. Все страсти поувяли, Но пасть не требует морали. Мораль постфактум вывели глаза. «Коль скоро член встает, То мозг, конечно, за». Поздравляемся. «Коль скоро член встает, Так вот, На море бьетов. Последний случай, Вот, Я все-таки первый у меня еще время есть. Пользуясь случаем с удовольствием, Напоминаю всем присутствующим, Кто еще не знает, Что раз в месяц В московском еврейском общинном центре Силами чертовой дюжины Проходят поэтико-эмористические вечера. Вот только что 2 числа было, А следующий у нас будет 23-го, Потому что 2-й это был должок за май. 23-го июня, Воскресенье, 16.00, Вход абсолютно свободный, Вот абсолютно. Я надеюсь, Что Володя тоже придет, Хотя он еще этого не знает, Но в принципе я его уговаривал. Там будет Борис Юзефович Куртиер, Надя Деглин, Я не вижу здесь, Здесь, да, Я говорю ей. Ну и ваш покорный слуга, Вход абсолютно бесплатный. И мы там стараемся читать вещи, Которые других местах не читают. Они, правда, Кошерные в основном, Но не обязательно. Так что приходите, пожалуйста. Это был Анатолий Белькин, А сейчас я хочу пригласить на сцену Следующего поэта. Он уже принимал участие В таком концерте год назад здесь. Но тогда он был узбеком, То есть жил он тогда в Ташкенте, А сейчас он наш, новый русский, Живет вот недалеко. Вы. Вот. Это один из самых рейтинговых поэтов С сайта «Хахмодром.ру». Сергей Сераухов. «Нахахмодром.ру». Сергей Сераухов. «Нахахмодром.ру». Я считаю, что для того, Чтобы получить гражданство по жене, Нужно доказать неэффективность брака. Как бы… Да, я вот… Как бы… По этому стихотворению Называется «Российское гражданство». Оно хулиганское. Ну, нормально. Билет. Воздушное пространство. Улыбки милых стюардесс. Багаж. Подача на гражданство. Майор. Российской ФМС. Стремление к даче пошлой взятки. Ответ. Цитаты. Из ука. Давно женаты. Три десятка. Ребенок. Есть. Один пока. Процесс супружеских соитий. Продемонстрируете тут. Чем легитимность подтвердите? А то гражданство не дадут. А то гражданство не дадут. Вы здесь нужны, как летом санки. Как в слове «попа» мягкий знак. Иметь российскую гражданку мы не позволим просто так. Забыты ложные припоны. В руинах ханжества стена. Ее оргазменные стоны. Моя кровавая спина. Волшебный ключ к заветной двери почти в кармане был уже. Но Станиславская не верю. Сожгло мечту на ПМЖ. Не может муж вот так вот притка. А что касается жены... Короче, вам еще попытка. Потом валите из страны. Угасла ниточка накала. Представ в обличии ином, я стал посильнее, чем Куала. Жена прикинулась бревном. Куда-то что-то извергая, телесно будучи ногой спросил. Нормально, дорогая? Ну, как обычно, дорогой. Вот так вот мнишь себя букашкой, а глотка сидится кричать. Майор привстал, надел фуражку, достал в угловую печать. Боец законности и права вонзил ее промеж страниц. Какая странная забава пересечения границ. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Буквы я прочитать не успел. Травматолог, прищурившись, мудро произнес, Слава Богу, живой. В ваши годы, мой друг Камасутра, и ушел, покачав головой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ У меня на трамотном есть замечательный друг, Федор Кважнин, известный как Федор Червивый. Он, к сожалению, не смог приехать. Замечательный поэт и мой очень хороший друг. Когда недавно случилось событие вот это вот с Челябинским метеоритом, первый в Ташкенте узнал об этом я, потому что он мне позвонил, вернее не позвонил, в mail.ru агенте он мне сообщил об этом через буквально 10 секунд. Он шел из больницы, что-то у него там со здоровьем не ладно было, и всю эту картину видел. Вот, я как подлый друг сочинил стихотворение, которое называется, ну оно называется вообще «Мужик и метеорит», но изначально как бы оно называлось «Диагноз». Хрустит задорно корка наста сквозь сон морозной полутьмы. Такое здесь бывает часто, в разгар особенно зимы. До горизонта белым ситцем лежат глубокие снега. Мужик шагает из больницы, но не тверда его нога. Идет сомнением озабочен, сагбет от пояса к плечу. Да и рука тверда не очень, про остальное я молчу. Роятся горестные думы в его лысеющей голове. Их целых две, они угрюмы. Извилиных, к слову, тоже две. Густой треуг, надвинув на нос и рассекая полутьму, он вспомнит силица диагноз, что фельдшер выставил ему. Прямой потомок парацельса, забытый богом айболит, литровой клизмой с криком «Целься!» на раз лечил радикулит. Вот и вечер, прощупав печень, взглянув в полглаза на струю, прорезюмировал, излечен. «Но чего едить твою?» Забыть название не туго. Пустой, безмозглый свиристель. А может стать и супруга не пустит в брачную постель? Вдруг светом небо озарило. Раздался гром, нахлынул жар. Куском священного Ярила пронесся вдаль огромный шар. От мимолетного видения замыл пупок и спёргла зоб. А следом крестное знамение падения задницы в сугроб. Рука приёмник отыскала, а в нём Кириллов говорит, «Не ссыте, граждане Урала, на вас упал метеорит». Его слова до шойгу в уши. «Так как же тут не амбасса?» Но дальше мой мужик не слушал. Мелькнула весополоса, порог избы, милей краши, мещанский бра с набором призм. Ура! Ура! Я вспомнил Маше. Метеоризм! Метеоризм! Недавно у нас был праздник, вот первое число, День защиты детей. Правда, стихотворение было написано до этого праздника, оно посвящено этому дню. Я вообще не знаю, от кого детей защищать можно. Но называется «Вся правда о летних каникулах». Писано с натуры, вот как уважаемый Анатолий Белкин сказал, я как вот это «Окын». Я тоже «Окынствую» помаленьку. «Часики пропикали, полночь на дворе, Летние каникулы, радость в детворе, Можно прыгать зайчиком, жеребенком ржа, Можно стукать мячиком в стену гаража, Под гитару маяться, пошалить костром, Рыжий кошки к заднице привязать ведро, Засветить охрененный камешком в окно, Погудеть сиренами мерсов и Рено. Время беззаботное ночью у ребят. Я до днём работаю, а детишки спят. Сам чураюсь грубости, это не моё, Но вчера по глупости вспомнил про ружьё. Не уснёшь до полночи, знать не повезло. Дети — это сволочи, лето — это зло. Время не очень многое постараюсь, Мне очень хочется многое почитать, ну ладно. В общем, следующий секретарь тоже хулиганский, Он называется «Вся правда об открытии Колумбом Америки». Длинное название только. В суровом пятнадцатом веке вдали океанских широт В невежестве жили ацтеки и прочий туземный народ. В земном воплощении рая любили, сажали маис, Пока ещё толком не знаю, что им уготован сюрприз. Танцуя сакральные танцы, представить себе не могли, Что где-то в Европе испанцы садятся в свои корабли. Хуана с супругой Растрогов, несметным обилием благ, Ведёт их дерьмовый географ, хотя и отважный моряк. По жизни, не будучи трусом, ценяя исключительно труд, Он нёс просвещение индусам, но малость попутал маршрут. Фрегат, направляемый в Дели, доставил к индейцам его. Сказать, что они охренели, считай, не сказать ничего. Толпа прибежала на площадь, одетов револьно с равно. Ей тут же представили лошадь, вождям предложили вино. Не ведая счастья доселе, индейцы валились с копыт. Хмельное заморское зелье наполнило смыслом их быт. И пусть перепутаны косы, а утром дрожала рука, С похмелья испанским матросам приперли мешок табака. На стол откручена лихая, планету взорвал динамит. Одна половина бухает, другая нещадно дымит. И в свете текущих событий понятен великий секрет, Что польза от разных открытий один исключительно вред. Сейчас немножко коротенькие такие, четверостишие, Тоже хулиганские все у меня нет. В оперном театре при пожаре всплыл наизабавнейший момент. Лучше всех горели страдивари. Вот что значит классный инструмент. Рекламное такое, может быть оплатят даже. Немой вопрос. Откуда столько сил ее глаза в тени ночного шелка? Мне простомол за месяц погасил процентов пять супружеского долга. Печать божественного знака на человеческой судьбе. Один спивается в Монако, другой жирует в Душанбе. Это совсем хулиганское, вы меня простите. Все же мы культурные люди, в конце концов. У стен московского Кремля стою один, В карманах руки шепчу завистливая. Бля! И богатя немного, суки. Это совсем идиотское стихотворение. Чем-то с Лексусом внешностью схожий, Я гораздо дороже, чем он. Потому что весь кузов и схожий. А у Лексуса только салон. Это мы в соавторстве с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым дописали. Он антифриз хлипнул по дуре, Бутыль попутав с пербачом. Под ним струя светлей лазурей. Зато Морозы нипочем. Попугай, истерзанный наукой, Выставленный гостью на показ, Обозвал прилюдно тещу с сукой. Как же он запомнил с двух-то раз. Это стихотворение следующее. Он посвящается всем моим друзьям. Он такой, да, он старый. Давно уже опубликовал. Раз советское кануло в лету, Может, стоит подправить изъян И расстать современным поэтам по усадьбе И сотне крестьян. Пустяковые, в общем, упытки для великой культурной страны За надрыв, за душевные пытки, Что поэту как в воздух нужны. Понаставить в имениях кружки, Дескать, няня, а ну-ка, неси. Не напишешь путевого в двушки, Будь она даже в сердце Руси. Эмигранты из Узбекистана, Если тоже нормальный поэт, Подошли бы, допустим, тарханы. Все равно ведь хозяина нет. Вместо, чтобы настраивать лиру, Сидя где-нибудь в зимнем саду, Подметают поэты квартиры И готовят на блитах еду. Но не должен быть гений голодным, А напротив, ухожен и сыт. Обеспечьте поэта народом, Чтоб народ обеспечивал быт. А ритмея сердечной морзянки В попыхах на лету набегу, Поощрите поэта крестьянкой Поваляться по-барски в стогу. На душе тараканы и мухи И загублен талант на корню. Перемьон заменив барматухой, Соответственно, пишешь херню. Мы ей-богу излишеств не просим. Подарите хотя бы дома. Сей же час станет болзинской осень. Или там, я не знаю, зима. У меня осталось только два. Вот я король за те два и все, и убегаю. Хорошо? Это когда? Да. Мы сегодня с вами на разогреве После Наскинг Флойд. «Понаехал» называется. Исторической родине посвящается. Родная речь... Я приехал недавно, И вот сочинял такую. Родная речь так долгожданна, Внимаю сердцем трепеща. Ну здравствуй, Родина Билана, Энцефалитного клеща, Полокучих ив, Грибов веселых, Кукушек, Водки, Жигулей, Многоголосья песен В селах Неврожайности полей, Распев церковного набата Под наставление попа, Толпа аршавинских фанатов. Хотя какая там толпа. «Как знак неспосланного фарта, Душой кристальнее стекла, Ты не легла под Бонапарта, И под фашиста не легла, Томимой жаждей всепрощения И подсознательно любя, Я проникаюсь ощущением Проникновения в тебя, И ты, Презрев своей гордыни, Скидальца в лоно приняла, Но по ночам я снятся дыни, Аллайский рынок и Ялла». Последнее стихотворение Меня Владимир попросил, Потому что меня что-то тут замутило В мой адрес, не знаю чего. Называется «Звездные райдеры». Мне самому, сам себе придумал. «Прошу толпу унять аплодисменты, И слез не лить манишки теребя, Столь высока ответственность момента, Когда я являю публике себя. Изоб стиха и цезарь Каламбура В одном лице плепей и господин, Не без греха простецкая натура, И я у вас такой всего один. Расправлю хвост в экстазе позитива, Плюю в глаза завистникам, врагам. Мой райдер прост. Шашлык, четыре пива, И алый бархат, брошенный к ногам». Спасибо. Сергей Серауков. Сергей Серауков. Не уходи. На райдер «Звездный» налагаю вето, Эцопом, цезарем стиха и позитива, Шашлык и бархат нет, не для поэта, Но, как и обещал, пожал-те пиво. Сергей Серауков. Ну, мы продолжаем наш концерт. Друзья, попасть на эту сцену достаточно просто. Для этого надо быть, а, талантливым поэтом, Либо моим другом. А когда это совпадает, то это вообще замечательно. И я рад, что на эту сцену выйдет мой друг, коллега, И замечательный поэт, который уже принимал участие в первоукорельском концерте. Вы знаете, у него выпущены четыре книжки. Вот. И на 1 апреля он мне подарил книгу, которая называется «Пятая книга». Естественный вопрос. А где четвертая? Он сказал, что, ты знаешь, я четвертую решил пока не писать. Сразу написал пятую. Замечательный поэт и действующий пилот Андрей Сиднянский. Поэт, пилот, угодник дамский Андрей Иванович Сиднянский. Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья. Я всегда начинаю свой концерт с стихотворения о себе. Не сердитесь, что я много пишу о себе. Просто это единственная тема, которая я гарантированно осведомлю лучше всех вас. Если кто рассчитывал, ребята, на меня лентяя хама жмота, очень зря. Скажу вам, вероятно, там у вас ошибка есть в расчетах. Стихи о семье. Универсальный совет. Если ваш пиджак лоснится, брюки мяты, порвались, срочно следует жениться. Или срочно развестись. Внучок подрос, уже в четвертом классе. Я триллеры читать согласен внуку, но так, чтобы он сидел на унитазе и был готовым полностью к испугу. А вкусная и здоровая пища. Пораньше встал, но что обидно, уже сосисок нет на месте. А тесть мой лыбится ехидно. Я понял, что сосиски в тесте. В гармонии должны стремиться люди. Как говорят женатые друзья, в семейной счастье сексом сыт не будешь. Но и борщом натрахаться нельзя. Одно всего из длинного прочитаю. Это самое, наверное, старое стихотворение написано в прошлом тысячелетии. С семьей я возвращался в город, когда внезапно из кустов возник статуей командора сержант ГИДБД Петров. Махнув своей волшебной палкой, радар мне морду тнул без слов, представился с улыбкой наглой. Отец троих детей Петров. Не понял, никуда не деться. Могу я плакать и скулить, но мне уже не отвертеться. Детей придется накормить. Мы, правда, долго припирались. Я охал, хныкал и пыхтел. Мой кошелек, когда расстались, весьма изрядно похудел. Читатель, знаю я не нова для вас история моя. Но почему детей Петрова кормить так сытно должен я? Я глятву дал. Коль встречу снова, то набросаю звездюлей инспектору ГИИ Петрову козлу. Отцу троих детей. АПЛОДИСМЕНТЫ Но немного социальных стихов о нашей справедливой Родине. Образование – фигня. В Газпроме, граждане, к примеру, закончил Оксфорд только я. А я работаю курьером. АПЛОДИСМЕНТЫ И еще о социальной справедливости. Если в нашем обществе свободном верить в счастье, вкалывать как надо, можно стать, по сути, кем угодно. Да хоть продавцами Вальдорадо. А и Б сидели на трубе, а потом на никель пересели. Все, кто поработал в ФСБ, все сейчас при деньгах и при деле. АПЛОДИСМЕНТЫ Задержаны мошенники в метро. Дипломы продавали гады с рук. Но отпустил их всех сержант Петров, который сам был доктором наук. АПЛОДИСМЕНТЫ Об искусстве в «Альмаматор искусства» невозможно что-нибудь не прочитать. АПЛОДИСМЕНТЫ Соседка возвратилась из музея. Теперь ей о скульптурах все известно. И то, что пенис мал у Промедея. И что он чуть теплее, чем у Зевса. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Уиск. АПЛОДИСМЕНТЫ Турки не врал, вот в чем беда. Давно наказана наукой. Муму был кобелем всегда. А вот Герасим тот был сукой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну невозможно в России не писать про алкоголь. Мне очень нравится на самом деле высказывание Сенеки. АПЛОДИСМЕНТЫ Алкоголь не порождает проблем. Он обнаруживает их в человеке. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну ладно. К нам в дом приходят постоянно две разновидности гостей. Кто без бутылки, тот нежданный. И долгожданный, если с ней. АПЛОДИСМЕНТЫ Докладная мастера цеха. Как-то в понедельник утром рано, я спросил у токаря дебила. Почему ты снова полупьяный? Он признался, денег не хватило. АПЛОДИСМЕНТЫ Типичный сценарий. Вечер. Пьянка. Глупые вопросы. Вася, ты мне друг или не друг? Утро. Пиво. Поиск папиросы. Поиск смысла жизни. Поиск брюк. АПЛОДИСМЕНТЫ Глупа моя соседка, не иначе, спросила у меня вчера при встрече. А что вы там сажаете на даче? На даче, дура, я сажаю печень. АПЛОДИСМЕНТЫ В деревню я уехал из столицы от водки отдохнуть. И вот в итоге пошел к ручью с товарищем напиться. Но не дошел. Напился по дороге. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Несколько советов. Я говорил, что родился я в стране советов. Поэтому советы очень люблю. Не мусори прошу как человека. Беречь природу нашу постарайся. Какую землю ты к исходу века оставишь разоплодившимся китайцам? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ О медицине. Хирурги потеряли срам и стыд. Всегда ведут себя со мной бесчестно. Вначале тихо спросят, где болит? И тут же пальцем давят в это место. АПЛОДИСМЕНТЫ Драка в психбольнице. В смирительных рубашках Джеки Чан, Наполеон, Чак Норрис, Цезарь, Бах. И лишь любвеобильный Дон Жуан один грустит в смирительных трусах. АПЛОДИСМЕНТЫ Только при склерозе диарея просто фантастически опасна. Вон больной несется. Всех быстрее. А куда спешит ему неясно. АПЛОДИСМЕНТЫ По причине коллеги тоже пишу хулиганские стишки. Для всех, у кого есть дети-школьники, такой совет. Вам, возможно, нравится порнуха? Ну тогда послушайте совет. Опускайте крышку ноутбука, если вы сходили в интернет. Совет продавца. В секс-шопе нашем крутят порнофильмы. Но большинство из них такая муть. Вы только не зевайте слишком сильно. А то вас сразу купит кто-нибудь. АПЛОДИСМЕНТЫ Чтобы избежать конфузов, сисадмин, как полиглот, применяет слово юзер вместо слова идиот. АПЛОДИСМЕНТЫ Веселая ошибка. В колхоз прислали дурака. Тот утром подоить пытался, но не корову, а быка. Как бык ехидно улыбался. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Эпиграммы. Василий удивил меня немало. Хоть выглядел ухоженно и стильно, под имиджем крутого театрала скрывался превосходный собудыльник. АПЛОДИСМЕНТЫ Наш крановщик-высотник Федор, конечно, если очень надо, детей не уходя с работы забрать способен из детсада. АПЛОДИСМЕНТЫ Если это не раз, то, как, вы не старайтесь сильно, но он не женится на вас. Нет худа без добра. Катюха стала толстая такая. За ужином съедает три бифштекса. Зато она сама теперь решает, когда ее мужчина хочет секса. СОРА За мной по грядкам бегала с ухватом моя жена Любаша после ссоры. Повытоптала к гаде на томаты. Прошлась любовь, завяли помидоры Я зол и крайне возмущен По мне так это просто скотство Ну почему хороших жен в России сняли с производства? Вот про семейную жизнь еще Соседа пьяницу мне жалко Бедняги не сносить башки Когда в руках у бабы скалка Не факт, что будут пирожки Всякие разности Метеорология Обещан штиль при жутком ветре Льет дождь, не виден белый свет У вас там что, в гидромедцентре Совсем стеклянных окон нет? Школьная мука Я пирсинг обожаю, кстати С кольцом в носу мне по приколу Дочурку поднимать с кровати Чтобы потом отправить в школу По результатам множества опросов Прошедших среди бывших ленинградцев Пока у нас с коррупцией бороться Да хоть нечем ею заниматься Вот рискованное тоже стихотворение Ну, по примеру, коллеги тоже прочту Шок это по-нашему О, этот чудный блеск прекрасных глаз Студент Максим был просто поражен Когда увидел свету в первый раз Он в это время срал за гаражом На велотренажере наша Галя Возможно, по ошибке то и дело Крутила не в ту сторону педали И потому заметно потолстела Еще один совет затесался Срочно в этикет добавить надо Девушкам, пришедшим в ресторан Лучше не встречаться с парнем взглядом Если она кушает банан Ну и закончу Гусар молчит Гусар не стонет Хотя я недоволен штабом Опять звучит приказ По коням А как же хочется по бабам Дорогие друзья Ну и прежде чем на сцену выйдет следующий исполнитель Я хочу сказать вообще Что я очень рад, что он согласился Принять участие в этом концерте И поэтическое засилие на этой сцене Разбавит краткостью мысли Сестрой таланта Самый известный из всех современных Российских афористов Борис Юзефович Крутиер Я еще пару раз расскажу Игорь Куверман, например Написал о Борисе Крутиере так В Москве живет невероятного таланта Сочинитель афоризмов Врач Борис Крутиер Я думаю, что это уровень ежелеца И что для меня абсолютный предел Я украл у Крутиера несколько мыслей И сказал ему Боря, я тебя обокрал А он говорит На здоровье Борис Кузьер Добрый вечер Здесь так много поэтов и партов Что афориз здесь как ковер на клоу Ну а клоун как Пока он не заплачет публика Не рассмеется Тем не менее Все-таки афоризм это не только смех Хотя и смех тоже Ну и как говорится Не топ смеха ради Но и размышления для Позвольте Прочитать несколько фраз Обо всем Народ у нас хороший Просто страна такая Мы бы давно уже могли жить как боги Если бы научили жить как люди Нашему народу уже столько обещано А ему все мало 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 Особенности национальной Нашей национальной демократии Это когда народ Может поставить власть Туда где находится сам Причем каждый остается на своем месте В России три беды Дураки Дороги И те кто указывает Какой дорогой идти Дороги Это наше Тактическое оружие Дураки Стратегические Все что власть обещала народу Народ дал ей возможность иметь У иного политика На лице написано Морда Как отец народа Так сукинцы В России две беды Власть И народ Который ее выбирает Такую жизнь за родину отдать не жалко Иногда так хочется послать власть Навстречу пожеланиям трудящихся Только в России Словом из трех букв Можно послать на все четыре струны Если государство это мы То чего мы хотим Пока красота Спасет мир Уроды его погодны Даже в самом плохом человеке Можно найти что-то хорошее И с его обыскать Трудно быть все время человеком Люди мешают Человек должен чувствовать себя свободным Не только по команде воина Человек создан для счастья Как слон для болит Человеку даны крылья Не для того, чтобы он строил у себя ангела Не заглядывая и будучи А слишком далеко, если хочешь увидеть себя в нем Сколько же дураков Сколько же дубов Среди родных березок Дураков, каких мало у нас ног Профиль дурак выглядит умнее, чем ампас Иногда приходится прикидываться дураком Чтоб не выглядеть идиотом Когда деньги есть Как-то легче согласиться, что не в них счастье Истина вине А правда водки Пошли дурака за бутылкой Так он только одно и принес Кто пьет не с нами Тот пьет против нас Нашему человеку для счастья надо немного В крайнем случае еще по чуть-чуть Успех имеет цена на лицо От многих болезней люди уже не умирают А только мучаются Сколько стоит лечение При бесплатной медицине Это врачебная тема Темы братья по кругу И по другим анализам Все плохое о себе Мужья узнает от своих шум А все хорошее от чужих Графист семейное положение Писал Безвыходная На каждом мудреца На каждом мудреца Находится дура От которой он Дуре Какое счастье Что Господь создал Еву Не по своему образу Чем меньше женщину мы любим Тем больше у нее времени остается на личную жизнь Господа Любовный треугольник не резиновый Старые холостяки не завидуют женатым Они завидуют молодым холостям Чем позже девушка приходит на свидание Тем раньше выходит за нашу Уходить со свадьбы По-английски Это как-то не по-русски Они жили долго и счастливо Пока им не надоело притвориться Ничто так не ставит жену Как один и тот же муж Не требуй от жены Больше чем ты можешь Без шкафа для любовника Без шкафа для любовников Мебельный гарнитур неполный Ревнивый муж Даже не догадывается о том Что не ревнивый знает наверняка Как же муж Как же мужья должны бояться жены власти Чтобы вслух ругать только погоду и футбол Если бы не секс Многие мужья вообще валялись бы целыми днями на диванах без дела Делаю время Сексу прайм-тайм Когда жена молчит Мужи отмолчаться труднее Из печальных жен Получается лишь тела и вдова Многие женщины лежа выше, чем стоя Ничто так не оскорбляет женщину Как благородное намерение мужчины Боготворить всех женщин Это донжуанство Одно донгикутство Что можно быгу Решает корова Хотелось бы Чтобы не только хотелось Жена не народ Больше одного раза ее не обманешь Секс сможет заменить еду Только до завтрака Одни не любят евреев За то, что они распяли Христа Другие За свадебный марш в медальсу Если жена подносит утро Мужа похмелиться То она не только умница Но и красавица Спасибо Внимание, внимание Говорит и показывает Москва Он придумал, друзья, это дело И углубил его, и развил Обаятельный, добрый и смелый Полон к юмору, верной любви Кто ведет нас вперед не для вида Тут сомнений, товарищи, нет Городзейский Владимир Давыдович Горнолыжник Полковник Поэт Спасибо Это он сейчас сочинит Я сначала почитаю что-нибудь Вообще у Бориса Юзеховича Есть еще один нафарин Который мне очень нравится Что юмор это сатира Которые сделали обрезание Да? Вот Но я надеюсь Что у нас ведь Тут тоже не только юмор На этом концерте Но и Какая-то сатира присутствует Ну в общем Начну я как раз с такого стихотворения Называется Сердюкова в космос Экс-министра обороны Очень ждем на космодроме Вы ж пока еще свободны И в своем живете доме Есть у вас альтернатива Табуретками заняться Под конвоем И без пива Или в космос собираться Мы забудем все обиды Будет путь далек и долог На высокую орбиту Вас запустим лет на сорок Но кривить не надо рожу Справедливость есть на свете Ваших баб запустим тоже Правда на другой ракете День защитника Отечества На работе сплошь одни калеки Не служили и не будут видно Но за рюмкой все они навеки говорят Что преданы отчизне Кавалеры все они герои Только фальш и пафос в каждом тосте Выпить больше? Да, примерно втрое Не хожу к таким ребятам в гости О черных дырах Глаза как космос И походка от бедра Меня пленили И с того же дня Образовалась черная дыра В кармане и на счете у меня Есть такой сайт Некрополь.ком Я обнаружил, что я там Там вообще замечательный сайт О традициях захоронений В том числе есть один из разделов Что называется Эпитафия И вот я обнаружил, что я там тоже присутствую Кто-то меня туда засунул Вот здесь у меня песня Эпитафия горнолыжнику Ну как бы почитав А там где-то я между Денисом Давыдовым и батюшком В общем посмотрите Интересно Я написал еще одну Эпитафию Называется Просто Эпитафия Женат удачно был три раза В четвертый тоже Только в пятый Такая встретилась Зараза Что дал он дуба Проклятый Ну там еще есть Автоэпитафия Я тоже написал Автоэпитафию Но думаю читать пока еще рановато О времени Приударяли по герлам Куда все делось Текло рекой Вино Агдан Не только пилось Не важно О времени Строилось время Ручейком А нам все мало Большим ручьем Текло потом Не доставало Потом оно текло Рекой Москвой И Волгой И до конца Подать рукой Уже недолго Вчера мы были Спору нет А кем мы стали Две стервы Им по сорок лет И тень не дали Конечно с годами Мы реже и реже Но все же наступаем На грабли На те же Ну недавно был Всемирный день Блондинок Вы знаете У меня дома их 4 Да и в саде Их очень много Поэтому Несколько стишков таких Если вы в душе блондинка И к тому же симпатичны И При этом вам за 30 Так чуть-чуть Едва-едва Вы легки как паутинка Сексуальны Романтичны А заклад готов я биться Вам примерно 42 Состояние души Глупа брюнетка Ты не обессудь И удивляться Друг мой Не спеши Не цвет волос Определяет суть Блондинка Состояние души Семеска 22 апреля 2013 года Пишу тебе В душе скорбя Мы не увидимся В апреле Мне из запоя До тебя Идти примерно Две недели О постоянстве В браке Твержу я О знакомой Без устатку Что в мире Стоече нет Ее и тверже Любовников Меняет Как перчатки Однако Муж у ней Один и тот же Вопрос В Миноборнауки Коль принес Ребенок два Виновата же голова Все равно Но его по попе Надо отлупить Сперва Ну и вот Нарушительном скорости Я думаю Что плакаты Скоро появятся Я туда Посылаю Такие вот О ты Летящий Весь в восторге Ломающий Свою судьбу Представь Что место Твое В морге Потом Естественно В гробу Вот Прочитаешь И не захочешь Ехать быстро Или пьяным За рулем За руль Не садись Если пьяный Ты в дым Есть ли еще Утверждение Проще Может Тогда И доедешь Живым До любимой Жены И не очень Тещи Ну и пару пародий Валера Михалюков Написал Такую Поймал себя На мысли О прекрасном Ну думаю Свершилось Наконец Всю ночь Писал И вот Картина Маслом Стакан Петрович Водка Огурец А я Предпочитая Акварели Всю ночь Писал Прекрасного Венец Блондинку Обнаженную В постели Итог Петрович Водка Замечательный автор Из Питера Я даже не знаю Как его настоящее имя Он подписывается Ю На сайте На хохмодроме Он написал так На забытом богом островке Время никого давно не лечит Проплывет подлодка вдалеке Не желая с Робинзоном встречи Пятница Тринадцать Вот в чем соль Старые приколы Голливуда Где же ты прекрасный Ассоль Забери его скорее Отсюда Почему Ассоль И Робинзон Не знаю Пародия такая Проплывал в подлодке Как-то раз Перископ Подняв Смотрю на берег Был далек от мысли Что сейчас Я открою миру Сто Америк Но одну Действительно открыл В перископ Увидев Робинзона Не один А с пятницы он был Неприлично Издавая стоны К перископу Подозвал Ассоль Посмотри Заберем Смотри Какие муки А она Превозмогая боль Ни за что Пусть остаются Суки Ну и Значит По Заявке Вадим Твоей Наталья Киселева До встречи с тобой Я до тебя была красавицей Здоровой И самоуверенной Такие ведь мужчинам нравятся Но я ждала тебя намеренно Сейчас хожу по поликлиникам И лоб морщинками отметился Смотрю на мир Со злобой циника А ты мне гад Так и не встретился Ответ такой Когда была ты раз красавицей Не подходил к тебе намеренно Боялся я с тобой не справиться Хоть понимал, что это временно Сейчас же ты по поликлиникам На лбу морщины Складки свесились И скалюсь я улыбкой циника Как хорошо, что мы не встретимся Ну и наверное Надо оправдывая Эти лыжи стоящие Кстати, это не по сценарию Это вот экспромт Миша Калит Что-нибудь спеть Про горолы А что, а спонсоров их не выдадут? М? Спонсоров не дадут? Да вы Во вмену деньги Да Да, за спонсоров Или прочитать Гормолыжный стихотворитель Под музыку Значит, посвящается всем пострадавшим В этом сезоне Упавшим, сломавшим руки и ноги Моим коллегам, горнолыжникам А потому что Ну потому что так Ну что же, в гипсе пить коньяк весьма приятно Ведь без него в горах никак Скажу приватно Он должен был тебе сказать Инструктор хренов Что в горы трезвым залезать Одни проблемы Как только выпьешь коньяку Склон сразу глажа И на спине И на боку На лыжах даже Ты с коньяком поймаешь драйв Летишь со свистом Снесешь Какой же это кайф сноубордиста Забудь вербье Абариаз И через лето Бери коньяк На этот раз Спущу с чигета Я уже заскучал по чигету По горам, по небазарам склонам А прошло-то всего только лето Осень только ступила вправо И теперь между елей и солнцем Мы поем и поем до рассвета Нам московская милая осень Дорога, как родная Москва Я не буду гадать, с кем напиться Я сто лет и сто зимы токнаю И я знаю, покину столицу Только выпадет первый снежок Возвращаться плохая примета Но я вновь на чигет улетаю И не надо мне знойного лета Но вернусь ты дай только срок Когда же горы Я вновь увижу Мне их, поверьте Каждый день не достает Крепитесь, люди Скоро лыжи Зима к нам снова Обязательно придет Но чего же в метелье не спится Заметает дороги и трассы И расщедрилась мама природа Так что снег без контроля И скоро всю метелью колодит полица И по чайникам лупит яса А на склоне в кафе две гитары Задушевно ведут разговор И кто-то вспомнил песню эту А кто-то рядом непременно подпоет Крепитесь, люди Скоро лето На наше лето Обязательно придет Но вернувшись в родную столицу Заскучаем опять по чигету С загорелым улыбчивым лицом И по той, что так любит и ждет Есть такая в народе примета Даже кто-то пускай удивится Что когда начинается лето Обязательно кто-то споет Когда же горы Я вновь увижу Мне их, поверьте Каждый день не даст олёд Крепитесь, люди Скоро лыжи Зима к нам снова Обязательно придет Крепитесь, люди Скоро лыжи Зима к нам снова Обязательно придет Спасибо большое Ну и я хочу сказать Что мы на этом закончим Наше первое отделение И хочу обратить внимание Что на прилавке Там выложены книжки Во-первых, книжка Сборник нашего клуба Чёртова дюжина Называется Смешно сказать А во-вторых, наши авторы В том числе Борис Крутьер И Татьяна Кормилицына Выложили свои книжки Можете купить Классные книжки Авторы здесь Они вам могут подписать И еще книжка Замечательного человека Михаила Никитина А это проза уже Вот он в том году Продавал свои книжки Вернее, на прошлом концерте Кому-то не хватило Пожалуйста, подходите к нему Все, антракт Минут 15 Пообщайтесь Спасибо